добрый день попрошу написать видно меня и слышно добрый день напишите пожалуйста слышно меня и видно видно и слышно добрый день напишите пожалуйста добрый день напишите пожалуйста меня видно и слышно меня видно да слышно замечательно добрый вечер меня зовут антипов виталий сегодня проведу онлайн тренировку по русской лапте или по лапте значит лапта это очень динамичный игровой вид спорта который настоящее время популярен очень во многих субъектов российской федерации их насчитывается более 55 очень на территории омской области порядка 25 районов занимается и популяризирует такой вид спорта как лапта своих районов также активнейшим образом сейчас на территории омской области занимаются мини лаптой сегодня я проведу ряд тренировочных упражнений для того чтобы как подрастающие так и взрослого поколения раскрою некоторые секреты историю развития лапты лапта вообще и название русская лапта произошла действительно она говорится о том что русская это истинно исконно наш русский вид спорта корни у нее начинается в четырнадцатом веке под великим новгородом были обнаружены спортивные металлили бит и мячей да и в этом виду уже насчитывается более 700 лет но есть такие можно так сказать да дублирующие виды в других странах в англии крикет в америке допустим бейсбол начнем мы свою тренировку непосредственно с основной части разминки и закончим уже специально я вам расскажу как я уже сказал о некоторых видах и истории лапты предлагаю начать наше упражнение давайте сейчас посмотрим обратной связи здравствуйте отлично видно и слышно замечательно итак начинаем с основной части дозировка всех упражнений должна носить в любом виде спорта и в любой разминке должна повторяться 6-8 упражнений я же буду выполнять 3-4 чтобы показать гораздо больше упражнений и возможность их распространения итак исходное положение я буду выполнять вам в зеркальном виде чтобы вы могли так же выполнить исходное положение ноги на шине плеч руки на пояс круговые вращения головой на 4 счета влево на 4 счета вправо исходное положение принять упражнение влево начинай 1 2 3 4 другую сторону 3 4 1 2 3 4 и 1 2 3 закончили следующее упражнение лапта является очень динамичным спортом и для игры в лапту необходимо задействовать обязательно плечевой и локтевой пояс поэтому и конечно же спина поэтому уделяем большое внимание развитию плечевого пояса исходное положение руки к плечам ноги на ширине плеч круговые вращения плечом в суставе на 4 счета вперед на 4 счета назад исходное положение принять упражнение вперед начинай 1 2 3 4 следим за осанкой 3 4 1 2 3 4 руки не отрываем 3 закончили следующее упражнение рывки руками на два счета правая руководка на 3 4 и лев исходное положение принять упражнение начинай 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 и 1 2 3 4 и 1 2 3 закончили как я уже сказал задействуем плечевой пояс на 4 счета выполняем круговые движения плечевом поясе на 4 счета вперед на 4 счета назад и исходное положение принять упражнение вперед начинай 1 2 3 4 назад 2 3 4 и 1 2 3 2 3 4 назад 2 3 закончили Развитие локтевого сустава Исходное положение руки вперед На 4 счета круговые движения Плечевом, плечевом, локтевом суставе На 4 счета внутрь, на 4 счета на наружу Исходное положение принять Упражнение внутрь, начинай 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, закончим Очень важно для локтиста Чтобы пальчики и пистевой сустав Всегда были активны и хорошо размяты Для этого следующее упражнение Левую ногу ставим на носок Правую, замок Круговые вращения в пистевом суставе При этом выполняем круговые вращения Ногой против или по часовой спирт Как вам угодно Исходное положение принять Упражнение начинай 1, 2, 3, 4 Поменяем ногу 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 И 1, 2, 3, закончим Очень важно при нанесении ударов в локте Подготовить, конечно же, спину Для этого мы выполняем следующее упражнение Наклоны Если у вас У меня есть Как я уже готовился У меня есть Один из спортивных Спортивных Вы можете использовать Простые наклоны Берем бит Выполняем на 3 счета Выполняем наклоны Стараемся касаться Кончиками пальцев Или спортивным Элементарем пола И на 4 Исходное положение Исходное положение Ноги на ширине плеч Исходное положение Принять Упражнение Начинай 1, 2, 3, 4 Стараемся Ноги не сгинать 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, закончим Значит, про биту Я потом расскажу В настоящее время Биты вообще Чувствуют разных размеров В зависимости от игрового вида От 60 до Ну, больше метра Метр 10 Есть большие В зависимости от нанесения удара Вида удара Итак Переходим к следующему Очень важно Так как это активнейший Вид спорта лапта Поэтому необходимо Размять, конечно же, ногу Потому что Здесь некоторые Я их посвящу Вас немножко дальше Итак Следующее упражнение Исходное положение Ноги шире Шире На 4 счета Выполняем Выпады На 4 счета Выпадаем Выполняем выпады влево 1, 2, 3 На 4 Выпады Тоже вправо Исходное положение Принять Упражнение Влево Начинать 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 И последний 1, 3, закончим Очень необходимо Для подготовки организма Делать, конечно же Упражнение на растяжку Большой Значит Серьезно Мы готовимся Помогает упражнение Такое Мы называем его Но некоторые Немножко по-другому Итак Следующее упражнение Исходное положение Ноги Основная стойка На 1 Упор Лежа прыжком На 2 Упор Лежа прыжком На 3 Упор Лежа прыжком На 4 Ставим Исходное положение Принять Упражнение Начинать 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 И 1, 2, 3 Закончим Следующее упражнение Завершающее Любой Фазы Основной части Это, конечно же Прыжковое упражнение Для этого мы выполним Следующее упражнение Исходное положение Основная стойка На 1 Уполняем Хлопок Над головой И плеч 2 Исходное положение 3, 4 То же самое Исходное положение Принять Упражнение Начинать 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Закончим Итак Пока мы переходим В основную часть Я расскажу немножко О самом виде Как русская лапта Значит Для Ну в чем В настоящее время Популяризация Данного игроспорта Для того, чтобы играть В лапту Необходимо Иметь Теннисный мяч И Биту Ну они сейчас В широком распространении Биты Находятся Их можно легко Купить Но даже если У вас нет биты А играть очень хочется Их подойдет Любая Размера Как я уже сказал От 60 до 1 Это очень популярная игра Сейчас у детей Омская область В настоящее время Развивает Лапту Очень серьезно В прошлом 2019 году Омская область Сделала Золотой дубль Став Чемпионом В России И победив На Кубке России В настоящее время Омская область И является Одной из самых Титулованных Команд Вообще Российской Федерации Омская область И является Девятикратными Чемпионами России И пятикратными Обладателями Кубка России История побед Омской области Пошлась С 96-го года Чемпионами России Омская область Стала в 96-м году Ну основу Тогда составляла Омская область Маяновского района Она и сейчас Очень серьезно Развивается Маяновский район В Апте Как мини Такой большой Конечно Первым Владателем Кубка России Омская область Стала в 2008-м году Сейчас Есть Конечно же Ряд Районов Омской области На которых В Апта Является Базовым видом Спор Это конечно же Надо говорить Про такой Район Как и Оконечниковский район В нем Культивирует И развивает На территории Омской области Лапту Президент Федерации Лапты Омской области Чабан Александр Сергеевич И В прошлом году Став чемпионами России Основу Команды Составляли Игроки Оконечниковского района Но надо Учесть О том Что Суда же Входили Игроки Полтавского И Черласских районов Вообще Восьмерку Если сильнейших Называть Команд Омской области То в них Входят Конечно же Агрия Майяновка Полтавка Азова Большевичи Саргатка Ну и конечно же Черласс Можно Говорить Очень Много Про развитие Лапты В Омской области Сейчас Как я уже сказал Много Уделяется Мини лапте Это Проводятся Кубки И первенства Среди Детей В возрасте 2005 года Рождения И младше И этот возрастной Цент Всегда падает Давайте перейдем Специальные Разминки Для специальной Разминки Нам Будет Необходимо Простой Теннисный Мяч Ну и По возможности Бита Если биты Нет То Это Возможность Вообще В дальнейшем Пересмотреть И Показывать Это видео Подрастающему По коленам Для того Чтобы Начинать С чего Начинать Разминки Самые Простые Элементарные Детей Движения Это конечно же Ведение Мяча Самые Простые Для того Чтобы мы Говорили Размять Кисть И Очень схожие Движения С ведением Баскетболиста Следующее Действие Которое Мы используем Это Переброс Мяча Из одной Руки В другую Для подрастающего Баскетболиста Учится Можно Выполнять Упражнения Созрительным Контролем Да Уже Более Когда Наберутся Опыта На мяч Пытаемся Да Не смотреть Выполнять Следующие Действия Как я уже Сказал Для Работы Нам Необходимо Если мы Находимся Сейчас Домашней Необходимо Пойдет Любая Стена Да Только Без Каких-нибудь Технических Слез Да Без Телевизора Просто Сплошная Стена Значит Мы Выполняем Следующим Образом Мы Пока Не будем Пользоваться Мы Выполняем Броски Мяча Очень важно Очень важно Говорю о том Что Выполнение Броска Идет У нас Должна Будет Задействован Конечно же Клечом С переносом Веса тела Сзади стоящей Нагида На Передистоящей О чем бы Хотелось Проговорить Сразу В лапте Очень важно Научить Детей Правильно Ловить мяч Проще Их научить Правильно Сразу Чем потом Их Переучить Мы Учим Своих Детей Не Кувшинка Использовать А Ковшечек Или Экскаватор Как называем То есть Мяч У вас При Ловле Должен Остаться Между Рук При этом Вы Выполняете Смягчающее Движение Рук Вперед Точно Так Для Движения Выполняем Бросок Мяча Стена И при Отступ Ловим Смягчаем Для Подрастающего Упражнения Можно начать С таких Упражнений Как бросок Мяча Снизу Стену И пытаться Поймать Его Хотя бы Двумя Руками В дальнейшем Когда они Это Освоят Уже Можно Переходить На броски Непосредственно Смяча Как правой Рукой Так и левой При этом Не забывайте Что Ноги У вас Если Выполняете Передач Мяча С Правой Страны То левая Нога У вас Впереди И наоборот Зеркального Отражения Точно Торого И Ловлен Луча Значит Следующее Движение Это Работа С битами У меня Уже Здесь Битер Для Мини Лопты Более Короткая 65 Сантиметров Можно Выполнять Действие По Набиванию Мяча От Пола От Пола И Непосредственно Набивать Мяча На Бит Для Малышей Можно Браться Не За Край Бит А Более Ближе Бьющую Часть И Пытаться Набивать Мяч На Бит Развивает Лопта Очень Сильно Координацию Движения Ловкость Поэтому Эти Действия Очень Нужны Для Тех Кто Более Опытно Биту Необходимо Держать За Край Ручки И В дальнейшем Уже Также Выполняем Обивание Следующее Действие Которые Переднем Два Мяча Выполняем Передачу В Правой Рукой Стену Правой Рукой При этом А Когда Выполняем Передачу Мяч 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 С Левой Руки Перемещаем Вправо При этом Перемещаем Вправо И стараемся Поймать То есть У нас Действовано Два Мяча Это Очень Сильно Развивает Координацию Ловкость Движения Ваших Непосредственно Учащихся Следующее Упражнение Которое Я бы Хотел Вам Показать Менять Исходное Положение То есть Выполнять Броски Мяча Стену Как Из положения Стоя Так И из положения Силей Если Вы хотите Увеличить Набрузку Мы Выполним Правой Рукой Ловим Стараемся Двумя Стараемся Двумя И Левой Рукой Левой Рукой Уполним Передачу Можем Ловить Также Двумя Для Подготовки И совершенствования Своих Технических Действий Можно Выполнить Передачу Правой Рукой Данную Передачу Поймать И Поменять Попосредственно Рук Правой Левой Уполняем Правой Или Наоборот Правой Уполняем Левой Стараемся Поймать Меч Итак Следующее Упражнение Мы Можем Выполнить Также В положении Лежа Как я уже Сказал В положении Лежа То есть Мы Лежа И Стараемся Выполнить Рукой Меча И Ловлю Не Забываем Все Технически Сопровождать Правильную Ловлю Что Хотелось Сказать Значит Игра Лапта Проходит Если Это Большая Лапта Или Русская Лапта То Среди Делится На Две Категории Соответственно Мужская И Женская Мужская Лапта Проходит На Территорий 55 На 40 Метров Женская 50 На 35 Есть Какие-то Небольшие Хитрости Выгле Лапту Значит Мини Лапта Мини Лапта Или Сматривает Более Ограниченное Пространство То есть Можно Играть В спортивном Зале В Небольшом Но Зал Площадка Для Мини Лапты Ограничена 20 И 40 Метров Если Не позволяет Можно Сделать Меньше Значит Что Хотелось Еще Сказать Существует Три Вида Ударов Значит Они Есть Научные Названия А есть Названия Сленговые Да Или Уже Просто На руки Да Первый Удар Который Я Покажу Он Называется Правильно Называется Удар Снизу Как мы Говорим Да В простонародье Это либо Хвост Бобра Либо Свеч Это Удар Для Отправки То есть Для Выбегания Части игроков В противоположную сторону Так вот Для Правильного Нанесения Данного Вида Удара Необходимо Ноги Расставить На Ширину Плечь Биту Биту Берем Берем В зависимости От того Какой у вас Хват Правый Или Левый Какая рука Наконец Сверху Берем При этом Заносим Биту Назад При этом Содинаем Ноги И выполняем Дреское Движение Вверх При этом Выпрямляем Ноги Подпрыгивать Основные Ошибки Подпрыгивать Мячу Нельзя Необходимо Кроме этого Подающему Подающему Игроку Который Из вашей команды Подбрасывающему Мяч Показать Высоту На какую Вам необходимо Подбрасывать Мяч Конечно И Этот Основной Момент Эти Люди Идут Как правило Командой Командой Шести человек Отправляющей Да Или Выполняющей Свечи Да Или Удар Нижний Удар Эти люди Идут Как правило Четвертыми Пятыми Если У четвертого Они получаются То пятый Сто процентов Должен попадать В лапте Свои хитрости Первые Три А то и четыре Участники Должны быть Быстрыми То есть Их как правило Берут Легкоотлет Это Основные Поставщики Мяча Основные Поставщики Очков Команды Побеждает Та команда Которая набрала В итоге Наибольшее Количество Очков Четыре Игрок Первые четыре Игрока Это Как правило Легкоотлеты Те Которые Постоянно Носят Мет Или Пятые Игроки Это Игроки Которые Отправляют И сами Должны Очень Хороший Бегать Отправляют Команду Непосредственно В Зону Следующий Удар Следующий Удар Который Используют Он Называется Дальний Дальний Удар Выполняется Выполняется Удар Левая В зависимости От того С какой стороны Вы Наносите Мяча Замах И выполняется Вверх Чтобы мяч У вас Не летел А он Мяч должен Перелететь И как правило Приземлиться Приземлиться К задней линии В задней зоне Где стоит Ваша Команда Которую Уже Проверили Ваш Напарник Нижним Ударом Такой Вид Называется Дальний Или Вдаль Еще Моменты Третий Игровой Удар Он Является Основным Игровым В мини Лапте Это Удар Который Называется Картош Да Он Наносится Старакина С выпадом Основные моменты Здесь Это Нанесение Удара Сбоку С плеча Который Недопустим Мяч Должен Выноситься И наносится Удар Четко Из-за Голова Что хотелось бы сказать Сейчас Очень Много Лаптен Это Технический Командный Побеждает Та команда Которая Обладает Техническими Угарами Большим Количеством Сильных Физически Развитых Спортсменов И Я хотел бы Сказать О том Что Командные Действия Очень важны Как защите Так и Нападения Предусмотрена Команда Состоит Из 10 Человек 6 Постоянно Находятся Площадки Которые Находятся Постоянно Площадки Если Это Нападающие Как я уже Сказал Нападающие Если Это Команда Нападения Или В городе Находятся Можно Больше Стараться Натаскать Очков Если Это Защита То Защита Должна Поймать И Очень Важное Понятие Лапте Такое Как Осаливание Или Осаливание Или Выбивание Как Мы Можем Просто Говорим То Команда Крича Осалить Вашего Осалить Противника И Зайти В город Для того Чтобы Набрать Президенную Пречисточку Лапта Очень Интересный Спорт Очень Такой Активнейший Вид спорта Которым Сейчас Дети Очень Сильно Занимаются Мы Понимаем Что В этом Году Пандемии У нас Все Спортивные Мероприятия Не Только На территории Омской Области Да На Российской Федерации Не проводятся Поэтому Развиваемся И тренируемся С вами Непосредственно Дома Что бы хотелось Сказать Очень Серьезное Я являюсь Призером Районных Сельских Спорт Для всех Среди поселений Очень Серьезно Развивается Мини Лапта Это Конечно же В Черласском Поселении Село Красный Яр Это Большевище Татмыхское Поселение Это Азово Цветнопольское Поселение Это Конечно же Тмаяновский Район Российское Сельское Поселение Ну и Нововаршавский Район Российское Сельское Поселение Мы очень Стараемся И в настоящее Время Очень Сильно Занимаемся С детьми Можно сказать По районам Что Вот И от районов Которые я Перечислил Там Есть Допустим В Азовском Районе Там Целая Династия Есть Семьи Экерков Которые На протяжении Не 20 Не 30 Лет Занимаются И популяризируют Данный вид Спорта Как лапту А Конечниковский Район Конечно Александр Сергеевич Чубан Большой Мариановский Район На базе Завода Конечно же Полтавский Район Саргатский Ну Очень Большая Такая География Данного Район Спорта Ну и Если есть Ко мне вопросы Я готов На них Ответить Конечно же В канун Такого Замечательного Праздника У нас Неделя Подготовки Всероссийского Дня Физкультурника И мы Сейчас видим По всем Средствам Массовой информации 40 лет Олимпийским Играм В Москве Конечно Я бы Вас всех Хотел поздравить С этим Замечательным Праздникам Пожелать Вам Крепкого Сибирского Здоровья Вам Вашим Близким Сказать О том Что Омская Область Это Спортивный Регион Это Один Из Сильнейших Регионов Российской Федерации И я Как Патриот Омской Области Считаю Что Мы Должны Развивать Спорт Зона Зона Которые Входят Такие Как Аконечников Червакс Майянов Полтавский Район И Селик Это Большеречья Саргатка Очень Серьезная Конкуренция У Тары Очень Хорошая Молодая Команда Они В прошлом Году Стали Вице Чемпионами Королевы Спорта Я Не скажу Что Очень Часто Участвовал В королеве Спорта Но В отборочных Соревнованиях Постоянно Принимаем Участие Не хватает Чего-то Немножко Поэтому В настоящее Время Готовим Очень Большую Блиятную Молодежу Которая Сменит Подрастающее Поколение На Достойно Мас Заменит Защищает Честь Молшавства Муниципального Района Ну Как я Сказал Детям Необходимо Мы Занимаемся Не только Лаптой Мы На территории Курсанского Сельского Поселения Я Всегда Доволю О том Что Дети У нас Должны Универсалы Дети Не занимаются Только Лаптой Дети Занимаются Всеми Игровыми Видами Спорта Начиная Футболом Волейболом Баскетболом Но Лапта Лапта Чем Замечательно Лапту Очень много Занимается Девочек Очень много Девочек В прошлом Году На Селе Красный Я Впервые Юрий Анатольевич Крамеров Это Преподаватель Непосредственно Лапты На территории Шарлайского района Пригласил нас на кубок Где было Очень много Категорий В том числе Попробовали провести Турнир Для девочек Так вот Девочки С Нововаршавского района Их всего Две команды были Но тем не менее Девочки Нововаршавского района С воспитанницами Челасского района Победив Их стали Обладателями Можно так сказать Первого Такого Кубка Омской области Среди девочек Поэтому Она Очень популярна Среди девочек И Малышей И мальчиков Но Игровые виды спорта Как правило Делятся А лапту Могут играть Абсолютно все Ну Если больше Вопросов Я их не вижу Я вас Еще раз Всех Благодарю За Тренировку Желаю всем Здоровья И Конечно же Не болейте Всего Сама Бога Сама 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 Сама